Добрый вечер. Давайте тогда потихоньку будем, как говорится, благословясь, будем начинать. Вот, сегодня у нас с вами практически почти уже 19.00 на наших студийных часах. Мы начинаем нашу работу, наш вебинар по учебному нашему предмету, по нашей учебной программе «Практическая психология» школы Ешка. Вот мы уже как уже с начала этого года, у нас такая пошла традиция, что мы проводим вебинары в таком международном формате. Я очень рад тому, что наша компания участников расширяется и приобретает такие более широкие географические параметры. И сегодня у нас вебинар, посвященный практической психологии, будет у нас теме посвящен бихевиоризм или наука о поведении. Вот это интересная такая тема, есть упоминание о бихевиоризме и вообще об этом направлении психологии в нашем курсе есть, но, скажем так, не очень развернутое, не очень широкое. И, возможно, целью сегодняшнего вебинара у нас будет немножко расширить свое представление о бихевиоризме в дополнение к той информации, которая содержится в наших журналах, в нашем бумажном, так сказать, курсе практической психологии. Ну, как вы уже, наверное, знаете, мы уже не первые встречаемся. Меня зовут Пушкин Александр Анатольевич. Я практический психолог и судебный эксперт-психолог Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз и незаслуженного профессора Бакариуса. И заодно преподаватель школы ЕШКО по курсу практической психологии. Ну, я так понимаю, раз уже у нас 19.01 в наших часах, и, в общем-то, все эти участники, кто планировал к нам сегодня присоединиться и провести ближайший час в нашей с вами теплой кампании, уже, наверное, это сделали. И тогда мы сейчас уже с вами потихоньку перейдем к нашему плану работы. Итак, план сегодняшней нашей работы будет приблизительно выглядеть подобным образом. Итак, что бихевиоризм наукоповедения? История появления этого направления психологии бихевиоризма Коснемся личностей, которые ввесли большой вклад в развитие бихевиоризма. К сожалению, в рамках нашего такого не очень большого по объему вебинара мы не сможем упомянуть всех достойных лиц, которые приложили, так сказать, в руку свое участие в развитии этого очень важного направления психологической науки. Ну, самых ключевых, значимых личностей мы с вами, естественно, помним. Вот уже, кстати говоря, на правой стороне нашего слайда, где написан текст нашего плана, вы видите картинку, да, где в каком-то ящике стоит собака, вот, смотрящая на какой-то звонок, да. То есть я думаю, что все прекрасно поняли, что картинка эта относится к экспериментам Ивана Петровича Павлова, так сказать, которые тоже очень существенно повлияли как на развитие физиологии, медицины, так и на развитие психологии. Вот. Дальше мы третьим пунктом. Добрый вечер, уважаемые участники. Я еще раз хочу с вами поздороваться, кто только что к нам присоединился. Я смотрю, что за прошедшие две минуты к нам присоединилось почти еще два десятка участников. Это очень хорошо. Я этому очень рад. И дальнейший, четвертый пункт. Мы коснемся важнейших открытий психологов-бихевиористов, так сказать, в общем, да, в общем виде. Ну и пятым пунктом будет влияние бихевиоризма на современные подходы к психологической практике. Скажу сразу, забегая вперед, это влияние было колоссально. Огромное это было влияние. Так, если я правильно понял, глядя в чат, у нас у кого-то из наших участников есть какие-то проблемы с микрофоном. Я надеюсь, что наш модератор вам сейчас какую-то помощь техническую вам словесную окажет, я надеюсь. Так, да, Виктория, уважаемая, мы уже начали. Но тем не менее у нас еще пока, так сказать, первые две-три минутки это такое вступление, оглашение плана работы. Так что вы еще пока ничего такого важного еще не пропустили, поэтому присоединяйтесь к нам и будем вместе продуктивно работать. Так, ну что, давайте перейдем к первому пункту нашей программы, да, об истории появления бихевиоризма. Ну, как сказать, если начать немножко издалека, не с самого, как говорится, дня рождения, да, этого направления в психологической науке, а с предпосылок, как же это направление в науке появилось, то если мы с вами, ну или кто из вас, уважаемые участники, немножко интересовался историей психологии, там, историей, допустим, даже философии, так как психология, наука, психология, она выросла практически из философии. Вот поэтому, как говорится, и историей философии это тоже касается. Вот, те из вас, кто интересовались этой историей, наверное, помнят, что с середины до конца 19 века, когда только начинала закладываться база, научная база для психологии, как научной дисциплины, уже начинали проводиться какие-то эксперименты психологические, точнее, если так сказать, прото-психологические, да, и одним из методов исследования в тогдашней психологии был так называемый метод интроспекции. Вот, это когда ученый, он, значит, садился за стол перед листом бумаги и начинал описывать что-то происходившее в его внутренней, значит, вот, субъективной реальности, какие-то свои мысли, чувства. Вот некоторые ставили эксперименты, некоторые ставили эксперименты над собой, допустим, там, причиняя себе боль, например, или там употребляя определенные какие-то вещества, там, наркотические, алкогольные и тому подобное. Вот в середине, в конце 19 века метод интроспекции, то есть наблюдения за самим собой экспериментатора, он был таким наиболее распространенным. То есть люди, которые занимались психологией, да, вот они писали такие самоотчеты о том, что они ощущают, что они там думают, что они там переживают, и, как бы, сравнивали их между собой и делали какие-то выводы. Вот, но в конце 19-го, начале 20-го века такой метод исследования, он, ну, как бы, скажем так, начал терять актуальность, да, в науке, в частности, в естественных науках, в точных науках, ну, в естественных, в первую очередь, науках, начал господствовать такой философский подход, который называется позитивизм. Суть его заключается в том, что единственным знанием является, вот, по мнению позитивистов, то знание, которое дополучено в результате опыта, в результате эксперимента. Вот, то есть, те знания, которые получены от кого-то просто потому, что вам кто-то рассказал, это типа знания, ну, неподходящие. Значит, нужно только то, что добыто в эксперименте, в каком-то опыте, то можно считать научным знанием. И вот, именно основываясь, опираясь на вот эти вот философские, позитивистские идеи, появился такой вот подход в психологии, как бихевиоризм. Вот, нужно еще отметить такой момент, что появился он по времени практически в одно время, ну, чуть позже, там, буквально на пару лет, появился вместе с психоанализом. То есть, практически в одно и то же время возникли два просто революционных направления в психологической науке, которые просто реально потрясли, да, вот, научный мир. Вот, ну, о психоанализе мы тоже с вами когда-нибудь коснемся, вот сейчас мы поговорим о бихевиоризме. Вот, и так, в конце 19 века основным методом исследования психологии был метод интроспекции, который заключался в наблюдении собственных психических процессов без использования каких-либо инструментов или эталонов. Основным недостатком метода было отсутствие объективных измерений, как следствие разрозненность получаемых данных. Вот, на фоне сложившейся ситуации возникает течение бихевиоризм, направленный на изучение поведения как объективного феномена психики путем применения экспериментальных методов. Вот, то есть, бихевиористы сказали, что мы принимаем во внимание только то, что можем наблюдать, наблюдаемое поведение живого существа. Вот, они, скажем так, даже зашли в своих мыслях, своих идей до того, что можно вообще игнорировать субъективную реальность, которая есть у человека или у животного. То есть, имеет значение только объективная реальность, имеет значение только реакции живого существа на те или иные воздействия. Итак, основателем бихевиоризма был Джон Уатсон, который считал, что реально только то, что можно непосредственно наблюдать или измерить. Поэтому, по его плану, все поведение должно было быть объяснено из соотношения между непосредственно наблюдаемыми действиями физических раздражителей, стимулов на организм, и его же непосредственно наблюдаемыми ответами, реакциями. Отсюда и главная формула Уатсона, которая была потом воспринята бихевиоризмом, которая называется стимул-реакция. Вот, собственно говоря, это вся теоретическая база раннего, ну, как бы, вот так вот в сжатом виде раннего бихевиоризма. То есть, имеет значение только реакция на какие-то определенные стимулы. И, изменяя стимулы, наблюдая за определенными реакциями, можно делать объективные выводы о, скажем так, поведении, о психике живого существа. Наблюдение применялось бихевиористами в лабораторных условиях, или впоследствии стали проводиться наблюдения в естественной среде обитания, и в основном этим методом занимаются зоопсихологи или этологи, которые вот, как бы, вносят вклад в изучение психики человека путем изучения психики других живых существ, животных, обезьян, не только обезьян, но даже вплоть до беспозвоночных, изучая поведение даже беспозвоночных. Вот. Большинство экспериментов бихевиористы проводили на животных, причем начали сразу же с животных, с крыс, например. Вот. Затем установление закономерности и реакции в ответ на воздействие окружающей среды начали переносить на человека. Бихевиоризм сместил акцент экспериментальной практики психологии с исследования поведения человека на исследование поведения животных. То есть, понятно было, что далеко не все эксперименты, которые хотелось бы поставить, да, вот на людях, да, вот, связанные с поведением людей, далеко не все из них можно, как бы, ставить эти эксперименты. И бихевиористы с этическими проблемами столкнулись буквально чуть ли не с первых дней своей практики. И причем проблемы, мы с вами упомянем о них дальше, они были реально очень серьезными проблемами этическими. И это в какой-то степени затормозило развитие этого направления в науке, но тем не менее, для решения этих этических проблем эксперименты начали проводиться в большей мере с животными и с перенесением, ну, в какой-то, конечно, степени перенесения этих результатов на людей. Вот. И таким вот образом возникло это направление, да. Ну, что нужно сказать о, как бы, его географическом, скажем так, положении, да. Вот если, например, психоанализ, это было явление, скорее, такое, больше сконцентрированное в Европе, европейское, при своем врождении, да, психоанализ был явлением европейским, вот, то бихевиоризм был явлением больше американским, но, тем не менее, вклад в развитие бихевиоризма внесли также еще российские, русские ученые, о которых мы тоже вспомним. Итак, личности, которые внесли вклад в развитие этого направления психологической науки. В первую очередь, естественно, мы должны вспомнить Джона Уотсона, это основатель, так сказать, этого направления, американский психолог, основатель бихевиоризма. Итак, с чего же, как говорится, все началось? В 1903 году он защищал докторскую диссертацию в Чикагском университете, которая называлась «Обучение животных. Экспериментальное исследование физического развития белой крысы, сопряженного с ростом мирной системы». Вот. И на тот момент это была первая такая систематическая научная работа, посвященная именно поведению животных, в частности, крыс. Вот. Полученные Уотсоном результаты как раз именно подтолкнули, вдохновили его на вот этот вот новый подход, подход в психологии, именно экспериментальный подход. Вот. Ну, может быть, скажем так, в чем-то Уотсона заносило. Тут у нас, наверное, какие-то технические проблемы. Не слышно, да? Так, сейчас... Так, все. Я так понимаю, что наш модератор починил... Нормально, да? Слышно. Спасибо, Наталья и Елена. Слышно. Вот. Что его, конечно, Уотсона немножко заносило, да, вот в экспериментах. Но не суть. А суть в том, что именно этот человек стал одним из тех людей, кто сделал впоследствии, сделал психологию наукой естественной и наукой точной. Вот. То есть, скажем так, существует сейчас... Вот если, допустим, да, опять же сделаю такой небольшой отход от темы. Если сейчас спросить, вот любого человека на улице, да, остановить и спросить, как ты думаешь, вот психология – это какая наука? Вот. Если к какому разряду наук ее отнести? Большинство скажет гуманитарная, да, так как она имеет отношение к человеку, вот к его, скажем так, внутренней его какой-то жизни. Там может кто-то еще как-то назвать ее социальной наукой, потому что человек – социальное существо. Но именно благодаря бихевиористам психология начала использовать методы экспериментальные и в дальнейшем методы математические. И тем самым она превратилась в науку естественную и отчасти науку точную. Ну, вернемся обратно к нашему Джону Уотсону, который не друг Шерлока Холмса. Вот. Ну, тоже очень значимая личность. 24 февраля 1913 года Уотсон прочитал в Нью-Йорке программную лекцию «Психология с точки зрения бихевиориста». Со временем бихевиоризм психологии стал бурно развиваться, как экспериментальная наука. Уотсон вообще отрицал сознание как предмет научного исследования. То есть он не верил в то, что сознание можно как-то пощупать, как-то измерить. Вот поэтому он отрицал вообще возможность работы с сознанием. Сводя психические явления к различным формам поведения, понимаемого как совокупность реакции организма на стимулы из внешней среды. По его мнению, цель психологического изучения – это предсказать, какова будет реакция и определить природу действующего стимула. Возможности для реакции очень обширные. Уотсон выделяет четыре крупных класса реакций. То есть эта классификация была довольно важной. Это, например, видимые реакции, которые демонстрируют организм. Это скрытые реакции, например, в плане людей. Это, например, мышление, которое мы считаем внутренним разговором. Это скрытые реакции, опять же, на какие-то стимулы. Видимые реакции, наследственные – это инстинктивные реакции, которые являются инстинктами или рефлексами. Безусловно, рефлексами. И скрытые наследственные реакции – это действия железной внутренней секреции. То, что мы совсем не видим, а видеть это могут только врачи. Благодаря исподаче Уотсона, бихевиоризм превратил психологию в объективную отрасль естественной науки. Целью которой, целью психологии, по мнению Уотсона, стала предсказание поведения и контроль над ним. То есть нужно, наверное, еще раз над этим призадуматься. Что, по мнению бихевиористов, цель психологии – это предсказание поведения и контроль за ним. Что нужно сказать? Нужно сказать, что это действительно цель очень масштабная. И нужно признать, что очень многие хотели бы и государственные органы, и какие-то частные объединения, какие-то частные корпорации и так далее, очень бы хотели получить контроль над поведением нас с вами. И поэтому нужно признать, что бихевиоризм – это очень важная отрасль современного знания о человеке. Дальше. Ну, этого вы, значит, ученого наверняка знаете все, да, уже по одному его портрету. Это у нас Иван Петрович Павлов. Это русский ученый-физиолог, создатель науки высшей нервной деятельности, формирования рефлекторных дуб. Основатель крупнейшей российской физиологической школы, лауреат Нобелевской премии в области медицины и физиологии 1904 года за работу по физиологии пищеварения. Вот мы с вами, естественно, при упоминании Ивана Петровича Павлова всегда вспоминаем собаку Павлова, да, то есть все помнят, с чего, так сказать, это все началось и с чего, что привело его к Нобелевской премии. Но, скажем, первоначально эксперименты, которые начинал ставить Павлов, они вообще не предполагали того, что все зайдет так далеко, да, то есть он вообще пытался, как физиолог, как врач, как физиолог, он пытался разобраться с механизмом пищеварения. Поэтому он делал эксперименты на животных, в частности на собаках, вот встраивал, знаете, трубочки, да, вы знаете, там, из школьной программы, с помощью которых он получал слюну, получал желудочный сок, получал выделение, секрецию из кишечника, из различных зон кишечника, и он, значит, пытался тем самым понять, как же работает пищеварение. Но, можно сказать, по какой-то счастливой случайности, он еще и открыл так называемые условные рефлексы. Вот, когда, значит, собак, у собак начиналась выделяться, когда начинала выделяться слюна, еще до того, как ей показывали еду, когда приносили еду, что когда она слышала о том, что где-то уже звенели миской, да, вот, что скоро будет еда. Вот этот факт привлек внимание Ивана Петровича Павлова, как действительно хорошего, талантливого ученого, он начал развивать, то есть он понял, что это направление даже более перспективно, чем просто изучение желудочного сока. Вот дальнейшее развитие этих экспериментов, этих исследований привело его в дальнейшем к Нобелевской премии. Вот, также, значит, в Мадридском докладе, который он сделал на Международном медицинском конгрессе, Павлов впервые сформулировал принципы физиологии высшей нервной деятельности, то есть, который он посвятил практически всю свою следующую научную жизнь. Вот, он ввел, фактически ввел в науку такие понятия, как безусловные и условные рефлексы, а также такое понятие, как подкрепление. И впоследствии вот это его открытие вошло как один из фундаментальных камней, да, таких вот в фундаменте бихевиоризма, не только бихевиоризма, а вообще всей современной психологии. Вот, ну, давайте тоже вспомним немножко, да, что такое безусловный, что такое условный рефлекс. Безусловные рефлексы – это так называемые запрограммированные реакции живого организма, которые передаются ему генетически, которым он не обучается, никогда им не обучался. Вот, ну, например, вот что мы можем взять из безусловных рефлексов, вот касаемо, например, человека, да. Вот, если у кого были или есть маленькие дети, если были маленькие дети, вы это помните, что вот буквально новорожденный, да, он еще ничего не умеет делать, вот если вы пальцем прикоснетесь к его ладошке, да, к центру ладошки, то он вас схватит за палец. Вот это присуще абсолютно всем детям, всем младенцам, даже вот только что вот рожденным. Вот это вот совершенно, есть то, что называется безусловным рефлексом, это то, один из примеров безусловных рефлексов, которые крайне необходимы для выживания данного вида. Дальше на базе безусловных рефлексов, как их развитие, начинают развиваться условные рефлексы. Вы именно в связи с воздействиями окружающей среды. И вот, да, тут правильно нам говорят, в чате тут, да, вспоминают еще другие безусловные рефлексы, совершенно верно. Вот, и это открытие Павлова стало очень важным для последствий для развития современной науки. Дальше. И уже ближе к нам по времени, необходимо просто, просто нельзя не упомянуть такую выдающуюся личность, такого психолога-бихевиориста, как Берес Скиннер. Это, опять же, кто из вас, уважаемые участники, интересовался психологией, да, или уже является подписчиком нашего курса, уже читал соответствующие уроки, то есть у нас упоминание о так называемом ящике Скиннера, или проблемный ящик Скиннера. То есть это то, что, благодаря чему он стал известен, широко известен в научных кругах, да, Берес Скиннер. Он внес огромный вклад в развитие и поляризацию бихевиоризма. Скиннер наиболее известен в своей теории оперантного обусловливания или же оперантного научения. Он внес вклад в развитие социальной инженерии. То есть что такое социальная инженерия? Это как бы наука, которая позволяет предсказывать поведение людей, даже не отдельной личности, а целых групп людей, соответственно, влиять на их поведение. Вот, и его именем назван ящик Скиннера. Ящик предназначен для того, чтобы изучать принципы оперантного научения. Вот, можно посмотреть на лицо этого серьезного ученого. Дальше. Касаемо этих ящиков Скиннера, что мы можем вспомнить или узнать о них. Вот, значит, Скиннер брал такие большие ящики, значит, в них находился рычажок, и туда он помещал животных. Поначалу это были крысы, но потом он помещал птиц, голубей и других животных и наблюдал за их поведением. Итак, в свои ящики Скиннера сажал голодных подопытных животных, например, крыс. В процессе изучения пространства, в которое их поместили, крысы случайно нажимают рычаг. Сначала, естественно, нецеленаправленно, да, то есть мы имеем сначала некое такое поисковое поведение, которое присуще всем живым существам, которые попадают в новую среду. Вот, и они в процессе этого поисковой реакции, поискового поведения нажимают на рычаг. Вслед за нажатием рычага в кормушку выпадает еда. После поощрения крысы едой вероятность того, что она снова коснется рычага, возрастает. Вскоре Скинер обнаружил, что подопытные быстро научаются определенным действиям, если их за это поощряют. Вот, то есть если после этих действий никакого поощрения не следует, то данное действие вообще не закрепляется в психике. Эксперименты показали, как крысы смогли превратить случайные действия в намеренные, которые основывались на полученном раннем опыте. После того, как крысы научились нажимать на рычаг с целью получения корма, Скинер устанавливал фиксированные интервалы, в которые будет выдаваться это поощрение. Таким образом, крыса получала корм после двух, трех, пяти, или даже двадцати нажатий на рычаг. Кроме того, Скинер устанавливал равные, либо неравные промежутки времени, через которые животному поступала пища. Его также интересовало поведение животного в ситуации, когда после нажатия на рычаг поощрения не поступало. После прекращения подачи еды, крыса вовсе переставала нажимать на рычаг, даже если слышала, что в лотки соседних камер сыпется корм. Благодаря своим экспериментам, Скинер получил возможность понять, как происходит процесс обучения живых организмам и как его можно контролировать. Что же нужно вынести из экспериментов Скинера? Какие важные выводы из этого следуют? Важные выводы следуют такие, что любое живое существо обучается средой, в котором оно находится. Если же живое существо замечает какую-либо закономерность в своем взаимодействии с окружающей средой, то живое существо эту закономерность старается запомнить и либо использовать ее дальше для получения чего-то хорошего для себя, какого-то вознаграждения, либо же постарается этой ситуации избежать. Если эта ситуация для нее неприятна. И это распространяется совершенно на всех живых существах, не только на крыс, не только на приматов, не только на людей. Но подобное поведение, в упрощенном, конечно, виде, но такое подобное поведение присуще даже беспозвоночным, даже насекомым. Даже, я вам скажу, еще и дождевым червям. То есть, принципы в самом таком широком виде о том, что взаимодействуя с окружающей действительностью, получая от нее определенные стимулы, живое существо научается, изменяет свое поведение для того, чтобы получать что-то для себя лучшее и избегать чего-то худшего. Итак, давайте, как говорится, немножко уже обобщим услышанное. Итак, теоретические основы науке поведения. Итак, первое теоретическое такое обобщение, которое было сделано в самом начале появления и развития бихевиоризма, Джоном Уотсоном, это формула, стимулы, реакция. То есть, что можно изучать и делать выводы о поведении живых существ, наблюдая на их реакции, на определенные стимулы. Вот это была такая, ну, как бы, наиболее простая, некая наиболее простая точка отсчета, от которой начиналось вообще развитие бихевиоризма. Впоследствии же бихевиоризм, направление, да, развиваясь, претерпевая какие-то изменения, да, пришел к приблизительно второй формуле, это стимул подкрепления поведения. Вот, что ученые пришли к выводу, и этот вывод был подхвачен совершенно различными, скажем так, общественными институциями, да, что можно модифицировать, изменять поведение кого угодно, любого живого существа, будь то животного, будь то человека, давая, предъявляя этому живому существу определенные стимулы, не только, это не должно, как бы, ограничиваться только предъявлением стимулов, стимулы должны каким-то образом еще подкрепляться. Это подкрепление должно быть либо позитивным, то есть какая-то награда, что-нибудь вкусное, что-нибудь приятное, для того, чтобы закрепить нужное поведение, желаемое поведение, либо это подкрепление должно быть каким-то негативным, каким-то неприятным, для того, чтобы нежелаемое поведение можно было бы, скажем так, ликвидировать, да, устранить нежелаемое поведение живого существа, которое вот мы сейчас, скажем так, исследуем, да. Вот, и что же, какие же вот важнейшие открытия психологов-бихевиористов, тоже если мы возьмем так с вами немножко обобщенно, да. Итак, организм животного и человека реагирует на вызовы, на стимулы окружающей среды, как целостная система. То есть как, как бы, если вот немножко развернуто об этом поговорить, что сия означает. Вот, если, например, когда еще на ранних этапах развития научной психологии, да, то есть мы с вами уже упоминали, что был такой метод интроспекции, вот, что исследователи изучали свои собственные субъективные переживания, вот, их описывали, их сравнивали и так далее. Вот, но если бы все, как бы, интроспекция и закончилась, то есть не было бы движения дальше, то возникла бы такая проблема, скажем так, философская даже научная проблема, отрыва психики от тела, отрыва сознания от организма, да, то есть получилось бы, что вот субъективная реальность существует сама по себе, а телесная реальность или внешняя реальность существует сама по себе. Вот, когда, значит, бихевиористы, скажем так, решили ликвидировать вот этот недостаток интроспективного метода исследования, они как раз предложили вот такое целостное понимание того, что психика человека, либо другого живого существа, либо животного, она неразрывна, она абсолютно неотделима от его тела, от его нервной системы, от его мозга, от его всего того, что вы, опыта, который накоплен в нервной системе, центральной нервной системе живого существа. То есть это было очень важное открытие того, что, и даже, кстати говоря, в наших с вами уроках по практической психологии есть такой вопрос в одном из домашних заданий, такой как бы с некоторым подвохом, да, что на что воздействует? Воздействует ли психика на тело? Воздействует ли тело на психику? Что первично воздействие психики на тело или тело на психику? Либо же психика и тело действуют как единая система? Так вот, правильным ответом является то, что психика и тело являются целостной единой системой, которая реагирует именно как целостность. Дальше. Живой организм старается повторять получение позитивных стимулов и избегать негативных стимулов. То есть это тоже было очень важное открытие бихевиористов, как бы так сказать, если его обобщить немножко по-другому, да, что вот, ну, известные пословицы, да, про формирование какого-то нужного поведения с помощью кнута и пряника. Вот, так вот, бихевиористы сошлись во мнении, проводя эксперименты, что все-таки пряник более действенное средство при вырабатывании определенного нужного поведения, чем кнут. Вот, но, опять же, это такое, скажем так, и в этом правиле есть определенные исключения. Так проводились, например, исследования, оно было, правда, не очень широкое, проводилось оно на группе, проводилось оно за рубежом, значит, проводилось оно на группе детей, которые страдали психическими расстройствами. Вот, причем такими расстройствами, знаете, довольно серьезными. И вот тоже, значит, в плане, как раз вот, связанная с программой, вот именно вот такой бихевиористской программой вырабатывания, научения вырабатывания правильного поведения. Вот, так вот, по выводам этой группы оказалось, что на выборке детей, которые страдают психическими расстройствами, далеко не всегда позитивные стимулы действуют лучше, чем стимулы негативные. То есть не всегда далеко пряник действует лучше, чем кнут. Вот, то есть, скажем так, есть нюансы, да, то есть, вот и такой момент тоже есть. Но, опять же, повторю, что эти исследования проводились на группе, на небольшой выборке детей, страдающих психическими расстройствами. То есть это нельзя распространять эти выводы, нельзя их генерализовать на всех, скажем так, детей или на всех, на всех людей. Дальше. Применяя различные виды подкрепления, позитивного или негативного, можно добиться изменения поведения в нужном направлении, поддерживать такое поведение определенное время. Вот, ну, я думаю, что вот эти выводы, да, вот, психологов-бихевиористов, они вот нам, любому из нас, вот если мы сейчас на них посмотрим, они покажутся совершенно очевидными, да. То есть, ну, это же очевидно, как, кажется, до этого дальше, до этого раньше не додумались. Вот, ну, вот, как говорится, как бы сказать, гениальность, да, вот, можно назвать того ученого гениальным или ту группу ученых гениальными, которые смогли сформулировать и, так сказать, открыть глаза, допустим, на очевидное, да. Вот то, что для нас сейчас становится очевидным. Итак, ну, давайте сейчас с вами немножко по, скажем так, порассуждаем, да, где мы с вами, вот, скажем так, обычные люди, где мы с вами можем столкнуться с методами бихевиоризма, да, в своей жизни, в своей семейной жизни, в своей рабочей жизни. Вот, как применяются методы позитивного или негативного подкрепления в отношении, там, допустим, там, кого-то или в отношении нас самих. Кто-то может привести конкретные примеры. Так, ну, вот, смотрите правильно, Галина и Ангелита, если правильно я назвал, да, извините, если я ваш книг неправильно произнес, говорят о воспитании детей и мотивации к учебе. Вот, ну, давайте, уже, кажется, более так целенаправленно поделимся. Можете ли вы, уважаемые участники, кто-то из вас, может ли поделиться какими-то своим собственным опытом, скажем так, закрепление каких-то позитивных навыков, позитивного поведения, которые вы применяли сами в отношении, там, своих собственных детей или в отношении, там, учащихся, или в отношении, там, может быть, своего мужа. Вот, есть ли кто-то из вас, может ли поделиться какими-то своими вот методиками, да, закрепление позитивного, нужного поведения? Пожалуйста. Если у вас такие есть, я прошу вас в чат, коротенько. Так, Виктория пишет. Маленькие дети любят клянчить себе игрушки, которые через истерику, а некоторые через постоянные просьбы. Так у них в семье работает ящик, как у них в семье работает ящик скинера. Вот здесь, скорее, вот, речь здесь должна идти о неподкреплении поведения плохого, а наоборот, его, скажем так, подавлении плохого поведения. Вот, ну, что говорит нам наука, психология, о том, как правильно себе вести в случае, если ребенок начинает манипулировать взрослыми и начинает закатывать истерики. То есть, естественно, как известно, лучший путь это на такую истерику не реагировать. То есть, естественно, нельзя отвернуться от ребенка и просто уйти. Нужно все равно за ним одним глазом присматривать, но при этом не демонстрировать свои заинтересованности в его поведении. То есть, не пугаться, не кидаться его там, ублажать и так далее, и так далее. То есть, несколько раз, когда ребенок, как та же самая крыса, в ящике скиннера, которая, понажимав на рычаг, который раньше давал еду, а потом еду перестал давать, то крыса через некоторое время поняла, что нажимать уже смысла нет, еды не будет. Вот точно так же отучить ребенка от истерик можно таким же самым способом, то есть просто не реагируя на это. И через какое-то время, поняв, что это бессмысленный ребенок, это поведение просто перестает демонстрировать. Так, Галина пишет, сейчас мужа поощряю вкусняшками, да и сына. Ага, хорошо, Галина, а за что же вы их поощряете, можете нам сказать? Так, Наталья пишет, моя дочь полюбила вышивать, после того, как первую ее вышивку обрамили в рамку, восхищались, потом подарили торжественно учителице. Вот видите, это было очень сильное, позитивное подкрепление, да, вот можно это назвать сильным позитивным подкреплением. Вот, Ольга говорит, похвала за вымытую посуду, порядок хорошей оценки. Да, совершенно верно. Так, вот Галина нам пишет еще, что любая реакция на негативное поведение ребенка это поощрение. Да, совершенно верно, вы правильно это переформулировали. Так, награда поездкой за хорошую сдачу экзаменов. Совершенно верно, то есть мы с вами, да, в жизни всегда встречаемся с модификацией поведения других людей, в частности детей, с помощью позитивного либо негативного подкрепления, да. А вот давайте мы с вами вспомним, подумаем, да, вспомним о том, что применяются ли такие же бихевиористские методики к нам с вами, уже к нам с вами, например, в нашей жизни в семейной, либо в рабочей. Кто-нибудь может, так сказать, призадумавшись, привести примеры о том, каким образом кто-то его или ее или вас стимулировал к чему-то либо от чего-то пытался отстимулировать, если так выразиться. Так, Анастасия говорит, премии на работе, премии за хорошую работу, штрафные санкции, выдача дипломов, премии за достижения. Так, Ангелита говорит, я даю процент сыну за непотраченные карманные расходы. Интересный подход, да, да, Хорошо, а может ли кто-нибудь, так, иногда мы стараемся немного задобрить начальника, чтобы он был спокойно, не ругался. О, вот, Виктория, отлично, вы отлично заметили то, что многие из нас, скажем так, вынуждены делать, да, на своей работе практически постоянно. Вот, а давайте еще, может быть, порассуждаем, повспоминаем о личной жизни, в межличностных отношениях. Вот, кто может порассуждать, вспомнить какие-то моменты, связанные с вашими близкими, там, с вашими, с мужем, с женой, с вашим любимым мужчиной, парнем, девушкой и так далее. Прошу прощения. Кто-нибудь может вот, какие-то еще примеры привести использование бихилинизма? Так, Елена говорит, комплимент, да, комплимент неплохо, вот, ну, а далее, что за комплиментом, какие еще следуют действия, подкрепляющие, либо нет. В личной жизни все надо просить ладыкам, Ирина, похвалить. Так, ну, может быть, еще кто-нибудь вспомнит какие-то, не знаю, бывало ли у кого-то из вас, уважаемые участники, чтобы вы, например, боролись с какой-то вредной привычкой своего партнера? А, я не знаю, там, например, с курением, там, еще с чем-нибудь, если вы с этим боролись и у вас это получилось, вы можете огласить нам свои методики, бихевиористские. Так, Галина говорит, отпускаю мужа на рыбалку. Ой, Галина, вы прекрасная женщина, что отпускаете мужа на рыбалку. Это очень ценно для него, поверьте. Так, Елена говорит, угроза, что сделаю то же самое. То есть, если я правильно понял, если я ничего не перепутал, то, если, допустим, ваш муж курит, вы говорите ему, бросай курить, либо я начну курить тоже, или я чего-то не так понял. Так, встать пораньше, приготовить мужу завтрак. Сыновьям и мужу даю перекусы с собой. Когда мы отсутствие, они его употребляют, мне я сприняю с благодарностью. Ну, это прекрасно, конечно. Так, Елена, да, что тут будет то же самое, понятно. Так, идет на рыбалку на условии без алкоголя. Ну, в общем-то, да, потому что, как говорится, алкоголь плюс вода недалеко до беды. Это совершенно правильный подход. Так, не целовала по возвращению домой с работы. Олеся, это вы сейчас, я надеюсь, говорите о бросании курить. Это я правильно понимаю? Это вы не за какие-то другие его прегрешения, так, сурово с ним. Так, за кожную выкруванную сигарету минус пять проседаний. Так, стал курить меньше. Ох, ну, замечательно. По дороге купит алкоголь. Да. Так, ага, ну, понятно. Хорошо. Вот видите, наши уважаемые участники, что, в принципе, вот с бихевиоризмом, с какими-то методиками позитивного или негативного подкрепления, позитивного или негативного обусловливания, мы с вами сталкиваемся практически каждый божий день в своей жизни. Вот. И мы с вами еще должны не забывать о том, что кроме того, что мы сталкиваемся с этим воспитанием своих собственных детей, в общении со своими супругами, с мужьями, там, женами, подругами, и так далее, и так далее, родителями. Но есть еще большой пласт такой, такого влияния на нас с вами. Это со стороны общества, например, со стороны каких-то отдельных групп, например, со стороны органов власти, например, со стороны каких-то компаний, которые хотели бы, чтобы мы у них что-то купили, да, вот, чтобы мы действовали определенным образом. Вот можете ли вы, ну, если вы тоже подумаете, привести какие-либо примеры, каким образом, вот, скажем так, общественные институции в самом широком смысле оказывают на нас влияние, да, как они используют позитивное или негативное подкрепление, позитивное или негативное обусловливание, чтобы добиться от нас определенного поведения. Вот кто-нибудь может из вас привести какие-то примеры, как на нас со стороны общества, каких-то вот общественных институтов на нас влияют. Так, Галина, скидки распродажи, Елена, штраф, Наталья, акции скидки, вот, да, так называемое позитивное подкрепление, пошло. Что еще можно, что еще можно вспомнить? Тоже бонусы при покупке, да, это вот тоже из той же оперы торговли, да, а реклама, совершенно верно, верно. Так, назначают партнерам подарки за определенный оборот, а, то есть это вы про бизнес, наверное, Ангелита говорите, да, про какие-то бизнес, бизнесовые какие-то процессы. Ага, так, процент при вкладе на банковском счете, да, совершенно верно. Так, еще кто-нибудь что-то может привести, примеры? Ну вот, тоже, скажем так, пример о том, как мы выбираем профессию, как мы получаем специальность. Вот, тоже, когда мы, например, принимаем решение выбирать ту или иную профессиональную линию, да, ведь мы что ожидаем? Мы ведь ожидаем неких позитивных стимулов, некоторого позитивного подкрепления за свой выбор, правильно? Есть же такое дело. И когда, например, студент обучается в высшем учебном заведении, то тоже применяются различные методы как позитивного, так и негативного обусловливания подкрепления для студента. То есть, мы с вами, говорится, тоже кто получил образование, это все прекрасно помнят. Вот, Наталья говорит нам, что «любимая учительница, люблю предмет». Да, это называется генерализация, то есть перенос отношения с человека на то, с чем он связан. То есть, это, ну, как бы сказать, это, да, это к какой-то степени к бихевиоризму относится, вот, так, стипендия, да, совершенно верно. Ну, то есть, мы с вами вот так вот, как бы, разобрались, да, как это, как это все у нас с вами действует. Итак, влияние бихевиоризма на современные подходы именно в психологической практике. И так, что бихевиоризм положил начало возникновению и развитию различных психологических и психотерапевтических школ. Вот, из современных можно назвать необихевиоризм, когнитивная психология, поведенческая психотерапия, рационально-эмоциональная поведенческая терапия и так далее, и так далее. Существует множество практических приложений бихевиористской психологической теории, в том числе, в далеких от психологии областях. Ну, далекая от психологии, недалекая, А ближайшая область – это педагогика, то есть школы, учебные заведения. Тоже не очень далекая от психологии отрасль – это управление персоналом. То есть все это мы понимаем. Но из современных психотерапевтических техник я должен упомянуть обязательно – это то, что называется когнитивно-поведенческая психотерапия. Это тот вид психотерапии, который сейчас на сегодняшний день является одним из самых наиболее эффективных, один из самых наиболее широко применяемых в современной практике психологической и психотерапевтической. И именно эта когнитивно-поведенческая психотерапия своими корнями уходит именно в бихевиоризм. За эту психологическую методику, терапевтическую методику мы должны сказать спасибо классикам, которые мучили крыс, которые пугали детей. Например, тот же Джон Уотсон, который первым провел эксперимент с ребенком по формированию эмоций и страха. И это же, так сказать, первый же его опыт оказался с точки зрения научной этики неприемлемым. Ну и другие, конечно, опыты, которые проводились в лаборатории Павлова с людьми, они тоже были, будем сразу говорить, не очень этичными. Но, тем не менее, мы должны быть благодарны и этим невольным жертвам, которые внесли свой вклад в развитие науки и позволяют нам сейчас пользоваться ее плодами. Как я уже говорил, что бихевиоризм значен в области педагогики. Например, в США разработана методика так называемого инклюзивного обучения, которая закреплена соответствующим законодательным актам, которая призвана, эта методика призвана включать, включать, интегрировать в учебный процесс вместе с, скажем так, обычными детьми, детей, которые имеют некоторые, скажем так, отклонения физические или, может быть, психические, для того, чтобы такие дети не чувствовали себя оторванными, чтобы они были включены в общий процесс обучения и тем самым ощущали себя, скажем так, нормальными членами общества. И именно эта методика, она достойна самой положительной оценки. Вот, Галина говорит, что инклюзия к нам тоже добралась. Да, но я так тоже уже немножко об этом наслышан. У меня жена учитель в школе, вот, тоже у них, значит, попытки подобные внедрения, ну, как сказать, оглашаются, да, что попытки могут быть такого внедрения. Но, опять же, я как человек, о, Галина, вы дефектолог, да, я как человек, поработавший практическим психологом в школе, вот, я, конечно, сейчас пока еще испытываю несколько пессимистические такие чувства относительно возможности этого сейчас на данном этапе. Уж слишком много у нас накопилось проблем в нашей системе образования, системных проблем, которые требуют решения. И когда они будут, скажем так, хотя бы начинать решаться, тогда можно будет думать о вот этих вот очень передовых, о этих прекрасных, шикарнейших методиках обучения детей. Ну, и, так сказать, подводя итог, подводя итог, я вам, так сказать, хочу нам сейчас на слайде показать вам, так сказать, профессора Преображенского, да, которого все знают. И сейчас, вот пока я вам его показываю, наш модератор представит вам, уважаемые участники, опросничек, который мы просим вас заполнить относительно вот прошедшего вебинара, относительно вашей оценки его, вот, и с целью, с целью совершенствования, так сказать, нашей дальнейшей работы. Да, Мария совершенно правильно отмечает, что подготовка педагогов, да, мы с вами друг друга поняли, да. Вот. Также здесь наш модератор нам сообщает о том, что видеозапись вебинара будет выложена на сайте, также на нашем сайте вы сможете посмотреть видеозаписи вебинаров, которые уже прошли раньше, по другим темам, можете в свободное время найти то, что вас интересует, и просмотреть не спеша, вот, подумать еще над сказанным. Вот. Ну, и я благодарю вас, уважаемые участники, за то, что вы сегодня нашли время для того, чтобы посвятить, так сказать, его общению с нами, с школой Ешка. Со мной лично я вам очень благодарен за ваше внимание. Это, это, ну, мне трудно передать словами то ощущение, что, когда что-то ты делаешь, и это находит позитивный отклик в людях, это, безусловно, очень, очень приятно и подстегивает тебя дальше к каким-то определенным свершениям. Вот. Большое спасибо вам, уважаемые участники. Я надеюсь увидеться с вами на экранах наших с вами мониторов в следующем месяце. Следите, пожалуйста, за нашими анонсами, наших вебинаров. Я думаю, что можно какие-то, я думаю, что можно связываться с нашей администрацией и высказывать какие-то пожелания. Думаю, это было бы неплохой идеей. Ну, и, естественно, читайте, изучайте наш курс практической психологии школы Ешка. Большое вам спасибо за внимание. Всего доброго. Увидимся. Продолжение следует... Продолжение следует...